МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Самое важное прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Натальи Храмова. Смотрите в выпуске. В Приднестровье во власти южного циклона. Долго ли будет бушевать стихия? Как ускорить пересечение границы в период летних отпусков? Мир против курения. Антиникотиновая акция прошла в столице. А также праздник лета и детства. Как взрослые подготовились к 1 июня? Президент Приднестровья Евгений Шевчук провел совещание по вопросам создания более комфортных условий при пересечении гражданами государственной границы. Напомним, тема необходимости ускорения процедуры перемещения через границу Приднестровья уже поднималась на встречу главы государства в прошлом месяце. Сегодня президенту доложили о том, как продвигается решение этого вопроса. Евгению Шевчуку представили эскизы, демонстрирующие инфраструктурные изменения двух международных пунктов пропуска – Первомайск и Бендеры. В среднем в сутки через ТПП Первомайск проходит около тысячи транспортных средств, ну, соответственно, и граждан. На Бендарском направлении или Кишиновском направлении в два раза меньше. Вместе с тем есть вопросы, которые требуют срочного разрешения, и особенно в летний период. Наплыв граждан будет увеличиваться. Ускорению контроля над пассажирским, транспортным и грузовым потоками будет способствовать оснащение международных пунктов пропуска современным оборудованием. Сегодня по трем направлениям были даны поручения, в частности, совершенствование миграционного контроля, пограничного и таможенного контроля. С этой целью поставлена задача о приобретении и введении в строй специальных технических средств, позволяющих более качественно и быстро осуществлять контроль по вышеуказанным направлениям, а также изменения и совершенствования технологических схем миграционного, пограничного и таможенного контроля. В Рыбнице прошла встреча министра здравоохранения Василия Гуменова с активом города и района. Ознакомиться с проблемами и перспективами их решения, а также задать интересующий вопрос пришло немало граждан. В начале Василий Гуменов остановился на проблемах в медицинской сфере. Финансирование здравоохранения составляет 64%, а бесплатную медпомощь в Приднестровье может получить всего лишь один из пяти граждан. Еще один наболевший вопрос по всей республике – нехватка кадров. К примеру, Рыбница находится на первом месте по онкозаболеваемости. При этом в городе работает всего один профильный специалист. Василий Гуменов отметил, больше половины работающих медиков – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Молодые врачи долго не задерживаются на своих рабочих местах из-за низкой зарплаты и предпочитают уезжать в страны ближнего зарубежья. Сегодня зарплаты медиков недостойны, об этом мы говорим везде, понимают. Сегодня те вопросы, которые касаются оплаты за вредности, и медики сегодня очень сильно подвержены контактным заболеваниям, как гепатиты, туберкулез и ВИЧ и так далее. То есть это сегодня становится тяжелым временем на нашу медику, потому что они понимают, что сегодня надо получить достойную зарплату, иметь социальное жилье и так далее. Что касается медицинского оснащения в районных больницах, в частности Рыбницкая, сейчас она в плачевном состоянии. Аппаратура морально и физически устарела, отмечает Василий Гуменный. Чтобы как-то решить эту проблему, в республике разработана специальная программа, суть которой в создании медицинских центров в северной и южной частях Приднестровья. Больницы, которые сегодня находятся на базе Каменской и Дубусарской больниц, на ней будут выполнять определенные виды услуг. Все то, что нуждается в высоких технологиях, приобретение аппаратуры, диагностики, она будет сконцентрирована в одном городе, допустим, Рыбница, и жители будут, если это необходимо, по направлению с этих городов будут ехать и обслуживаться. Потому что сегодня ставят, допустим, компьютерный тамор у Дубусаров, Каменки, где аппарат не будет иметь нагрузки, не будет себя правдить ни финансовым, ни своим моральным, поэтому нет смысла. Еще одна проблема республиканского уровня. С каждым годом растет количество больных туберкулезом. Василий Гуменный отмечает, что основные усилия медиков сейчас направлены на флюоробследование приднестровцев. В прошлом году проверили 71% граждан. В рейтинге по заболеваемости Рыбница опять первая. Сегодня на учете в Рыбницком тубдиспансере состоят около тысячи человек. Благодаря некоммерческой российской организации в северной столице будет построена новая туберкулезная больница с диспансером. В ходе встречи жители беспокоил вопрос, правильно ли выбрали место постройки нового учреждения. Кроме того, министр здравоохранения озвучил, что благодаря гуманитарной поддержке России в Рыбнице намерены построить новую станцию скорой помощи и приобрести реанимобиль. Экология, строительство, газификация, защита прав потребителя. Основные темы затронуты и каменчанами во время встречи с начальником службы государственного надзора Ольгой Зварыч. В своем выступлении Ольга Зварыч подытожила работу ведомства за прошлый год. По ее мнению, положительным является момент достижения 98% исполнения предписаний, вынесенных в результате проведенных надзорных мероприятий. Причем 92 из каждых 100 обращений по защите прав потребителя, поступивших в адрес службы от жителей республики, удовлетворены в пользу граждан. Больше всего жалоб и обращений поступают в части защиты прав потребителя. Это то направление в республике, которое долгие годы оставалось со стороны государства без внимания. Наиболее часто поступающее обращение в вашем районе – это тоже строительство и ЖКХ, это экология и защита прав потребителя. Надзор за соблюдением действующего законодательства в подведомственных сферах – основное направление деятельности службы, отметила руководитель ведомства. Вопросы, волнующие каменчан, касались законности рыбалки и охоты, передачи газовых кооперативов в собственности Распольт Трансгаза, состояния экологии в районе. Особую дискуссию вызвала проблема складирования твердых бытовых отходов. Для того, чтобы организовать вывоз, платит благоустройство сегодня около 40% домовладений. А вывозить то мусор надо от всех. За счет каких средств можем рассчитываться с перевозчиком этого мусора? Для того, чтобы решать проблему, не нужно сидеть и искать отговорок. Нужно хотя бы что-то предлагать. Предложите хоть какой-то вариант. Я думаю, что либо из резервного фонда, то есть уже источник финансирования будут искать под вашу реальную проблему, если вы найдете выход из ситуации. По селам надо провести такую работу. Никто сегодня бесплатно или за счет бюджета частный мусор не будет вывозить и утилизировать. Как мы платим основные коммунальные платежи, то же самое должно заключать договор и на вывоз мусора. Говорилось также о роли предварительного надзора в сфере строительства. Затрагивались и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Не воспринимайте службу государственного надзора как карательный орган. Не нужно обижаться на надзорников, а наоборот прислушиваться к тем советам и тем рекомендациям, которые даются вам в ходе надзорного мероприятия. Стараться как можно быстрее их устранить. От вашей активности, от вашего правосознания зависит порядок, который будет вокруг вас. В завершении встречи начальник службы госнадзора отметила, такой диалог позволяет представителям государственной власти изучить проблемы, выдвигаемые жителями района и совместными усилиями найти пути их решения. О проблемах в культуре сегодня говорили на Первой республиканской научно-практической конференции работников искусства и культуры. В завершении встречи были определены стратегические направления развития отрасли на следующие пять лет. Мы сегодня констатируем, что почти 40% учреждений находятся в аварийном или требуют капитального ремонта. Во многих отсутствует освещение и отопление. Сегодня проблема кадровая, потому что почти 45% без профильного образования, среднего или высшего образования. Проблемы финансирования, которые сегодня сталкивается в нашей отрасли, эти проблемы, они есть. Но нам вот в этой ситуации необходимо определить те пути, те направления, по которым должна двигаться отрасль культуры. Чтобы улучшить материально-техническое состояние, прежде всего сельских клубов, по словам Вячеслава Долгодворова, в Приднестровье планируют создать централизованную систему, наподобие уже существующей центральной библиотечной сети. Одно учреждение, юридическое лицо, которое будет осуществлять непосредственный контроль и осуществлять гастрольное, планирование гастрольной деятельности по данным районам. Сегодня мы рассматриваем вопрос о создании централизованных клубных систем. Мы сегодня рассматриваем вопрос об обеспечении транспорта в управлении культуры, для того, чтобы можно было осуществлять внестационарные формы обслуживания. То есть коллективы домов культуры городских или крупных сел, они могут готовить концертные программы и выезжать с концертами, с праздниками, непосредственно в те населенные пункты, где отсутствуют клубы, или они находятся в крайне тяжелом материальном положении. В этом году Министерство просвещения разработало государственную целевую программу капитального ремонта и технического переоснащения домов культуры. Но пока в бюджете нет средств, чтобы отремонтировать 139 учреждений, большая часть которых требует капитальных вложений. Поэтому мы приняли решение разбить ее на две части. Первая, это вот я уже проговорил, непосредственно приобретение транспорта и светового и звукового выездного оборудования для проекта «Народная филармония». И вторая уже часть, по мере того, как у нас будет выравниваться экономическое положение, мы непосредственно ремонт и техническое оснащение домов и дворцов культуры. В стратегии развития отрасли предусмотрена также система государственных грантов. Сегодня, считает заместитель министра просвещения, важно поддерживать и поощрять самых инициативных и талантливых работников. Это главный стимул развития всей отрасли. Их мало, но у каждого из них особая миссия. В преднестровской сфере культуры сегодня трудится порядка 2000 человек. В преддверии профессионального праздника лучших библиотекарей, педагогов и артистов чествовали во Дворце Республики. Первыми на сцену вышли ветераны культурного фронта. В их честь лучшие слова и самые высокие награды. За плечами Людмилы Ивановны 40 лет библиотечного стажа. Сегодня она удостоилась медали за трудовую доблесть. Самой почетной формулировкой – за многолетний и добросовестный труд. Я люблю свою работу, и при ней я не знаю. Эта награда, что она для вас означает? Это, по-моему, высший пилотаж бабушки Люси. Малоежская библиотека, по словам ее заведующей, насчитывает порядка 200 читателей. В 80-е их было в пять раз больше. Чтобы реанимировать работу учреждения, по ее мнению, необходим целый комплекс мер. Чтобы ремонт новой культуры сделали, чтобы по-настоящему могли прийти к читателю, чтобы разделились, чтобы было тепло, уютно было. А так мы стараемся, но знаете, как холод, кто пойдет в холод. О сложностях работы говорили и лауреаты первого республиканского профессионального конкурса «ВИВАД». Его цель – поощрение самых активных и талантливых культоработников. В результате тщательного отбора, вначале на местах, а затем конкурсной комиссией, определились 10 лауреатов. Так лучшим в профессии признан Сергей Паничев, ведущий актер государственного театра. Я воспринимаю эту премию просто как стимул для роста, для дальнейшего роста профессионального. Интересный, но не тяжелый. Если бы еще, конечно, наш труд достойно оплачивался, был бы вообще замечательный. А вот лучшим руководителем года муниципального учреждения культуры признали директора Карагашского дома культуры. Учреждение в прошлом году было полностью отремонтировано за счет средств местного бюджета и международного гранта. Сегодня в ДК действует современный кино-видеоцентр. Постоянно работают 9 творческих коллективов. Местные артисты, по словам организаторов конкурса, активные участники всех праздничных мероприятий. Ольга Канцур, Павел Баженко, Первый Приднестровский. Восстановление архитектурного ансамбля начала прошлого века и реконструкция корпуса первой половины 90-х. Представители госадминистрации посетили два образовательных учреждения в столице, где сегодня ведутся ремонтные работы. Архитекторы говорят, здание 11-й школы не просто учебное заведение, оно является историческим наследием. Сегодня стоит задача сохранить его облик максимально приближенным к первоисточнику. На ремонт фасада и кровли из местного бюджета было выделено порядка миллиона рублей. Впоследствии предполагается продолжить ремонт фасада на втором корпусе этой же школы. И в этом же году у нас ранее были выполнены работы по замене оконных блоков, фрамук, и в прошлом году были проведены работы по замене кровли. А вот с 14-й школой, а точнее пристроенного к ней корпуса, работ значительно больше. Согласно планам, после реконструкции здания здесь будет центр дошкольного образования. А для того, чтобы их реализовать, нужно на первом этапе не только перестелить кровлю, но и выполнить усиление несущих конструкций объекта. Далее будет выполняться установка окон по периметру, ремонт и штукатурка, отделка фасада и благоустройство прилегающей территории. Это будет делаться первый этап для того, чтобы в зимний период времени мы могли приступить уже к выполнению внутренних работ. Строители отмечают, первый этап работ будет выполнен к середине осени, и уже в следующем году реконструкция здания будет полностью завершена. Александр Кожухарь, Александр Бондарь, Первый, Приднестровский телеканал. В Государственном таможенном комитете отметили сотрудников, успешно завершивших в этом году обучение в Российской таможенной академии, специализированном в ВУЗе таможенного профиля. По решению руководства Государственного таможенного комитета за отличную учебу и высокие показатели, трем офицерам из управления таможенного комитета Тираспольской и Рыбницкой таможен досрочно были присвоены очередные специальные звания. «Звание майор в переводе обозначает лучший. Вы лучший. Благодарю вас за то, что вы не уронили честь, а наоборот, показали, как необходимо учиться в иностранных ВУЗах. Я думаю, что тот опыт, те знания, которые вы приобрели в таможенной академии, вы будете использовать на благо Государственного таможенного комитета и председательства Молдавской республики. Спасибо». За годы сотрудничества с ВУЗом обучение на заочном отделении в Российской таможенной академии успешно прошли 13 сотрудников различных структурных подразделений таможенного комитета. Достойные результаты показали выпускники этого года. «Мне очень приятно отметить то, что наши с вами коллеги оказались на должном уровне. В этом году закончили элитное престижное учебное заведение с красными дипломами». В ГТК отмечают, что взаимодействие таможенных органов Приднестровья с одним из немногих в мире специализированных ВУЗов таможенного профиля Российской таможенной академии позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов для Приднестровья, а также развиваться в едином русле с современными таможенными администрациями стран СНГ. Безусловно, такое сотрудничество будет продолжено. В настоящий момент уже проходит отбор кандидатов для обучения в академии на этот год в соответствии с предоставленными для Приднестровского ведомства квотами. В последний день весны стихия разыгралась не на шутку. На Слободзею вновь спустился град, а в террасполе дороги превратились в горные реки. Какие еще неприятные сюрпризы принесла жителям последняя весенняя гроза в следующем сюжете. В Слободзее этот град уже второй за прошедший месяц. Жители города беспокоятся, не станет ли такая погода нормой для Слободзейского района. Хороший град был. Я даже испугался, думаю, что такое так по крыше стучит хорошо. И посмотрел, вроде растение не так сильно побито, но побито. По тому, что было на улице, видно было, что был град. Он не сильно большой, он мелкий. Ну вообще-то ощущение страха. Истоки этих бурных дорожных рек, не вышедшие из берегов Днестр и не водопроводная авария. Виноем прошедший сегодня дождь. Если в Слободзее жители переживают за свою посадку из-за прошедшего града, то в террасполе вода, захватившая улицы, в некоторых местах хлынула прямиком в частные домовладения. Валентина Данилюк живет на улице Заречной 54 года. Для нее каждый сильный дождь уже ассоциируется с потопом. Здесь нет ливневых стоков, а труба, которая должна направлять осадки в ручей, забита. Улица Краснодонская выше, чем улица Заречная. Вся вода, которая после дождя, ей некуда идти. Стоков для воды здесь нет. Она идет по канаве. Эта канава образовалась стихийно. Бордюры, которые были проложены на углу, их просто взяли и закатали в асфальт. Частично приезжала служба дорожная, подняли с одной стороны, с другой стороны не подняли. Обращалась к директору УВКХ, чтобы взяли, прочистили трубу, которая непосредственно находится перед входом на их территорию. Сильные дожди прошли сегодня практически по всей республике. Ну а какие сюрпризы стихия преподнесет нам летом, пока остается только догадываться. Ярослав Богат, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал. К другим новостям. Сегодня стало известно, что Тираспольскому юридическому институту вновь возвращено право принимать абитуриентов на специальность юриспруденция. Такое решение приняло руководство республики. Это основывалось и на тех материалах прохождения нами аттестации и аккредитации два года назад, когда комиссия при Министерстве просвещения не высказала нам никаких претензий в плане подготовки специалистов этой направленности. Это основывается и на той юридической базе, как материально-технической, так и научно-исследовательской, которую ведет наше учебное заведение. На следующий учебный год руководство учебного заведения планирует набрать 100 абитуриентов на очную и заочную формы обучения. Для поступления в ВУЗ необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. По словам Олега Мылуса, приемная комиссия начнет работу уже с 1 июня. В Германии подвели итоги первой переписи населения с момента объединения страны в 1990 году. Выяснилось, что в ней проживает 80 миллионов 200 тысяч человек, на полтора миллиона меньше, чем ранее предполагалось. О других интересных событиях в мировом обзоре новостей. Концерн, который объединит в себе крупнейшие предприятия российской оборонной отрасли, может быть создан уже в сентябре. Об этом заявил Дмитрий Рогозин на совещании в Ижевске. Заместитель председателя правительства отметил, что данное объединение также призвано обеспечить людям работу, связанную с разработкой новых видов оружия для вооруженных сил. Украина подписала меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, регулирующим органом Таможенного союза и единого экономического пространства. Благодаря этому меморандуму Киев сможет участвовать в работе Таможенного союза, но пока без официального статуса наблюдателя. Украина получила право присутствовать на заседаниях Евразийской экономической комиссии, направлять на ее рассмотрение свои предложения и получать копии принятых ею документов. Накануне парламент Молдовы утвердил на посту премьер-министра страны кандидата от либерал-демократов Юрия Олянко. За него отдали свои голоса 58 депутатов из 101. После своего избрания новый премьер заявил, что основными задачами Молдовы в ближайшее время является подписание соглашения о присоединении страны к Евросоюзу, либерализации визового режима и создании зоны свободной торговли. Кроме того, был утвержден состав правительства Молдовы, в которое вошли только пять новых министров. Массовые беспорядки продолжаются на золоторудном месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области на востоке Киргизии. Протестующие требуют национализации предприятия и улучшения материальных условий. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о введении чрезвычайного положения и комендантского часа на территории Джетыагузского района. Акция протеста на Кумторе продолжается уже четвертые сутки. По словам специалистов, последствия беспорядков уже сейчас достаточно серьезные. На днях завершила свою работу фотовыставка «Дети и рак. С надеждой в новый день». Несколько недель экспозиция, посвященная детям с онкологическими заболеваниями, была открыта для всех желающих оказать посильную помощь. Кукла, машинка, мяч. Как и все дети, они мечтают о мелочах. И лишь глаза на фото выдают главную сложность в жизни этих маленьких людей. 70% детей, изображенных на фотографиях, скорее всего не доживут до своего 16-летия. Здоровье для каждого из них – главная ценность в этой хрупкой жизни. Первая цель, которую мы преследовали, это поднять в обществе вопрос о проблемах детской онкологии, которые существуют в нашем государстве. Они существуют не только в нашем государстве, а во всем мире. Однако их решением занимаются и должны заниматься как государственные мужи, так и общественные организации. С силами общественников, городской администрации, попечительского совета и простых горожан выставка прошла успешно. Средства, собранные за время ее работы, были переданы родителям, дети которых еще имеют шанс на выздоровление. К слову, многие отказывались от материальной помощи, понимая, что им она уже ни к чему. Родителям детей, которые нуждаются, так активно нуждаются не только в финансовой помощи, но и в наших милосердия, в нашей молитве, обращенной Богу об их здоровье. Вот за это и об этом конкретно я хотела бы сказать каждому бендерчанину, который подумал, который хотя бы копейку положил вот в эти урны благотворительные, каждому спасибо. В день закрытия выставки в Бендерах организаторы рассказали о своих новых проектах. Один из них под названием «Арт-терапия» будет направлен на людей, проходящих курс химиотерапии. Работать в нем согласилась известная бендерская художница Олеся Иванова. Как известно, музыка, изобразительное искусство, оно расслабляет человека, помогает отвлечься от повседневных и вот таких очень больших проблем. И я надеюсь, что данный проект, участником которого я буду являться, конечно же поможет этим людям в борьбе с онкозаболеваниями. Завтра, в День защиты детей, выставка вновь начнет свою работу, но уже в Рыбнице. Там же будут установлены и благотворительные урны. Сегодня они есть почти во всех городах республики. К слову, только за два с половиной месяца в Бендерах с помощью таких чаш было собрано порядка четырех тысяч рублей. Организаторы говорят, эти средства – хорошая база для оказания локальной помощи детям. Ирина Полесик, Александр Тыш, Первый Приднестровский. И в продолжении темы. Общественная организация «Онкологи Приднестровья» и Республиканское движение «Содружество молодых за возрождение» решили объединить усилия в борьбе с онкологическими заболеваниями. Результатом стало подписание договора о сотрудничестве. Как отметили на встрече, такой союз должен принести плодотворный результат в рамках всего государства. Сегодняшнее подписанное соглашение – это промежуточный этап оценки нашей совместной деятельности. Так как уже было сказано, мы провели достаточно много совместных мероприятий, которые в масштабах республики, которые показали свою результативность. И подписание договора – это всего лишь формальное закрепление наших обязательств друг перед другом. Почему? Потому что мы их выполняли и до этого. «Мы обмениваемся планами, мы проводим переговоры о совместных акциях. Сейчас будет проводиться летом, мы планируем встречи с детьми, которые больны, которые проходят сейчас лечение, для того, чтобы попробовать поднять их внутренний дух и уверенность в том, что болезнь можно победить». Есть одна страна на свете. Воспитанники специальной коррекционной школы-интерната для неслышащих детей в преддверии праздника получили подарки, а взамен благодарные дети подарили гостям спектакль. Дети, присутствующие в зале, разделились на две категории – выступающие и зрители. Программа насыщенная – стихотворения, танцы, песни. Кстати, о песнях. Воспитанники школы исполнили их по-особенному – при помощи жестов. В праздник лета и детства ребята подарили гостям, которые привезли им разнообразные подарки – игрушки, школьные и спортивные принадлежности, а также цветной принтер и бытовые приборы. «Вы сотворили сегодня волшебство. Вот я хочу, чтобы вы оставались волшебниками на протяжении всей своей жизни, чтобы в вашей жизни было много волшебников, много добрых, искренних людей, которые бы вам помогали». «Главное, чтобы у нас дети были счастливы, чтобы они получили полный спектр воспитательных услуг, образовательных услуг и смогли вступить в жизнь подготовленными. Тут у нас дети-сироты, дети с проблемами по слуху, поэтому наша задача – адаптировать максимально этих детей к жизни». На сегодняшний день в школе-интернате для неслышащих занимается более 200 воспитанников, в число которых входят и дети с речевыми проблемами. Несмотря на трудности, они не только хорошо учатся, но и принимают участие в различных творческих конкурсах и концертах. Вот и сегодняшний предпраздничный день не стал исключением. Ребята говорят, что долго и серьезно готовились к приезду гостей. «Много было репетиций, много было, конечно, слез, потому что некоторые дети не могли ничего выучить, но вот это доказательство нашего концерта, что у нас все получилось». «Гости к нам часто приезжают, дарят подарки. Мы очень рады, благодарны им за такую доброту». «Мы показали им концерт. Я надеюсь, что им очень понравилось. Они нам привезли подарки. Подарки очень хорошие, красивые, много мечей, игрушек». В завершении праздника воспитанникам из интерната, которые закончили в этом году музыкальную школу имени Чайковского, вручили дипломы, почетные грамоты и виньетки, а после для детей организовали сладкий стол. Сегодня в Республиканском центре переливания крови прошла акция «Ко дню защиты детей». В роли доноров выступили сотрудники Григориопольского РОВД. Стражи правопорядка уже не раз приезжают в столицу с такой миссией. «Третий раз уже Григориопольский РОВД участвует в сдаче крови. Больше 30 сотрудников прибывает. Это был на день милиции, это был на день образования райотдела. Ну, кровь отдавали помощь нуждающим». Таким способом григориопольские милиционеры решили оказать поддержку онкобольным детям. Вся сданная кровь пойдет на их лечение. Столичное отделение общества слепых приготовило настоящий праздник для детей. Прогулка по Днестру на катере, мороженое, песни и танцы. «У меня хорошее настроение, даже несмотря на то, что идет дождь. Я сегодня кушаю мороженое, играю веселье с друзьями». «Мне праздник очень понравился, веселый». «Я от всей души хочу поздравить всех деток наших и нашего любимого Приднестровья. Пожелать им крепкого здоровья, удачи и счастливого детства». По данным Всемирной организации здравоохранения, около 6 миллионов человек ежегодно умирают по причинам, связанным с табакокурением. 31 мая во всем мире проходит мероприятие, направленное на отказ от этой смертельной привычки. Накануне в центре Террасполя активисты общественной организации «Экология души и тела» провели акцию против курения. «Мы хотим донести людям, что все-таки это не норма в обществе. Это не норма. Это плохая, вредная привычка, от которой нужно отказаться. Особенно нашей молодежи». Участники акции проводили опрос среди прохожих о вреде курения. Выясняли, что терраспольчане знают о табачной зависимости и давали советы, как от нее избавиться. Чемпионат Молдовы по футболу подходит к своему завершению. Два клуба дивизиона А претендуют на повышение в классе. Кишиневский «Верес» уже обеспечил себе место в высшей лиге, а за вторую путевку борются терраспольский клуб «Динамо Авто» и «Саксан» из Камрата. Подробности в обзоре спортивных новостей. Динамо Авто В спортивном клубе «Аркадия» состоится третий этап Кубка Приднестровья по бильярду. На групповом этапе юноши из Террасполя, Бендер и Григориополя будут соревноваться в свободную пирамиду до двух поражений. Лучшие спортсмены пройдут в плей-офф, где и определится победитель. После двух этапов лидируют представители клуба «Аркадия». В списке призеров числятся Максим Шакула, Вячеслав Халюк и Сергей Полевой. В эти выходные в Кишиневе пройдет взрослый чемпионат Молдовы по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие свыше 300 сильнейших спортсменов из Приднестровья и Молдовы. Лучшие атлеты отберутся в состав национальной сборной и отправятся на три международных старта. Это чемпионаты Европы и мира, а также первенства балканских стран. Вадим Гачков, Василий Рожкован, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра, первый день лета. Субтитры предоставил DimaTorzok По сообщению гидромедцентра ожидается облачное, днем с прояснениями погода. Ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, гроза. Ветер западный 6-9 метров в секунду при грозе порывистый. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу 13-15, днем 20-22. В столице ночью плюс 14, плюс 16, днем 21-23, выше нуля. Спонсор метеовыпуска компания Фокстрот. Акция в магазине техники Фокстрот. Со 2 апреля по 20 июня беспроцентный кредит без справки о доходах. Сроком до 24 месяцев. Например, стиральная машина Индезит всего за 140 рублей в месяц. А жидко-кристаллический телевизор LG всего за 380 рублей в месяц. Магазин техники Фокстрот. Комфорт и цены одно удовольствие. Центральная улица города Тирасполь, 25 октября, 98. Телефон 7-2007. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя. Редактор субтитров А.Семкин